Здравствуйте, уважаемые друзья! Телеканал «Конный мир» продолжает свою работу. Вашему вниманию, как всегда, по понедельникам наш традиционный пост-эвент. Сегодня поговорим про важные события, которые состоятся на различных подромах нашей страны. Проговорим и о скачке, поговорим и о бегах во второй части нашей программы. Начинаем мы с каковой части. С удовольствием представляю моего коллегу Максима Синаторова. Максим, привет! Добрый день! Ну и, разумеется, будем подключать наших постоянных традиционных экспертов. Главных действующих лиц, прошедших событий. Так что, будет интересно не пропустить. Ну и начнем мы с розыгрыша большого татахстанского приза дерби для чистокровной арабской породы. Теперь, фактически, Максим, мы в основном знаем дербистов. Аксисток. Да, аксисток. Конечно, за исключением нальческого дерби пятимиллионного. Ну и в связи с этим, отсюда вопрос вытекает. Сейчас мы будем смотреть, обсуждать те события, которые прошли на дорожке Казанского и Падрома. Фактически, это притеча приза Раиса Республики Татарстан. Всего большого. Да, да. Ну и тогда, когда будет разыгрываться и арабская дерби, и, соответственно, кубок президента ОАЭ. Ну и, собственно, арабская дерби фактически, я думаю, будет состоять из, в основном, из тех лошадей, которые принимали и разыгрывали большой татарстанский приз дерби. Поскольку, еще раз повторяю, на югах, собственно, те Пятигорские, Краснодарские дербисты, аксистки и так далее, скорее всего, будут держать курс на пятимиллионный нальческое дерби. Да, здесь мы, получается, видим два дня, стоящих рядом. В календаре 30 августа и что 7 сентября в Нальчике. То есть здесь уже нужно делать определенные выборы, делать его как можно раньше. И мы видим по тому, как складываются скачки для тренаделения Терского конного завода, в частности, для Владимира Василенко и его лошадей. Они выигрывают практически все традиционные призы. Окс, дерби и в Казани. Ехать им никуда не надо. Они здесь фавориты. И смотрелись таковыми на арабское дерби, таковыми смотрятся и на 30 августа, на день розыгрыша приза Раиса Республики Татарстан. Поэтому здесь, конечно, нужно уже будет отталкиваться от гастролеров, какие у них планы. Будут ли они настроены на дальние гастроли в Казань, либо сконцентрируются уже на более крупном призовом фонде 5 миллионов рублей, которые будут разыграны в Нальчике. Да, ну и, конечно же, в основном будем сегодня говорить о тех лошадях, которые выступают в тренаделении Владимира Василенко в цветах Терского конного завода. Действительно, в колоде достаточно очень интересных лошадей. Ну и я предлагаю сейчас все-таки уже начинать смотреть дерби. И одновременно хочу подключить нашего коллегу, постоянного эксперта Евгения Капушева. Жень, привет! Добрый день! Ну и действительно, как ты увидел это дерби, которое прошло на дорожке Международного конно-спортивного комплекса «Казань», что ты для себя выделил? Насколько оно, быть может, неожиданным для тебя было, а может быть ожидаемым? Я имею в виду его результаты. Достаточно неожиданный результат. Но, с другой стороны, мы очень долго здесь в аналитике говорили о том, что фавориты этой скачки, по крайней мере, жеребцы, не похоже, что обладают достаточной стаминой, достаточной дистанционностью для того, чтобы эту скачку выиграть. И особо ярких кобыл вроде нет, но, возможно, они как раз-таки, уже проверив себя на 2400, из своих рядов выпилят кого-то, кто сможет победить. Так оно и получилось. Но базовый вывод все-таки я бы сделал следующий. В этой компании в этом году нет таких лошадей, как тот же «Восход» Терск, как тот же «Андертейкер» здесь, в Казани. Ну и до трехлеток южных и подробов этим лошадям достаточно далеко. Хорошо, остаемся на связи. Ну и сейчас хотелось бы подключить Владимира Владимировича Василенко, чья вахта Терск выиграла Большой Казанский приз-дерби для чистокровно-арабской породы. Владимир Владимирович, добрый день. Ну и хотелось бы вот такой вопрос задать. Мы видим, что водил, собственно, Калиостро Терск, да, резвый жеребец. Ну и, собственно, ввиду того, что зависть Терска была снята, была ли вот действительно тактическая установка такая, разогнать компанию под вахту Терска, которая должна держаться рядом, ну и фактически финишировать. Ну и я, насколько понимаю, основной соперник был здесь Гаргамель. Добрый день, студия. Ну это естественно. После того, что как проехали на Асуана, мы взяли это в основу, ну и, естественно, решили поехать совсем другим методом. Ну опасаясь Гаргамеля, конечно, ну получилось, как получилось. Ну вот действительно получилось, как получилось. либо все-таки закладывали вы вот такое распределение мест по скачке и, собственно, держали в голове победу вахты Терск. То есть она фавориткой, получается, шла, ввиду того, что зависть была снята. Да, нет. Это не было закладки. Мы просто... Так получилось, я говорю. Да, ну очень... Никого ничего не выдумывали. Ага, вот как. Ну вот хотелось бы теперь повнимательнее присмотреться к вахте Терска. Хотелось бы получить комментарии, характеристику об этой кобыле. Мы знаем лишь о том, что, ну действительно, у нее несколько хороших стартов. Вот это был четвертый старт в нынешнем сезоне. Ну и она, собственно, вице-аксистка. Соответственно, была второй за завистью Терска. Что за кобыла, какой вы ее видите? Дайте нам, пожалуйста, характеристику. Да, или какая-то обыкновенная кобыла, которая по работе, по скачке отдает себя. Вот и весь результат. Она сестра весне по матери. Только весна от Дубайкира, а это от Хиапа. Так что, какие-то определенные есть, ну как бы, были надежды. Но не до такой степени, конечно. Ага. Ну, в общем, вы ждали в большей степени тогда от Калиостры, насколько я понимаю, из ваших слов. Ну, конечно, да. Ну, Калиостры поехал выполнять свое вес. Я не думал, что первую пятисотку так они проедут. Но это очень редко, в 33-е. Ага. А там, в общем-то, все хорошо. Да. Ну, еще такой вопрос. Зависть Терска была снята. Аксистка Казанская, с ней все в порядке? Нет, у нее получила она травму. И из-за этого, накануне, буквально перед этим, что, чего, может быть, завалилось. Здесь денеки отбиты резиной. И там, ну, конечно, не знаю, может быть, лошадь качалась или что-то. Ну, получила травму ноги. И она у нее просто отекла очень сильно. Потом рассмотрели, нашли рано. Ну, уже... И все-таки мы сняли ее. Владимир Владимирович, а вот теперь, в преддверии 30-го августа, как будут распределяться ваши подопечные в арабском дерби? То есть, уже есть планы, кто пойдет на эту скачку, учитывая, как здорово складывается карьера в этом сезоне у вахты Терск? Получит ли еще один шанс Калиостры Терск? То есть, мы видим, пока кобылы несколько превышают, да, своими результатами результаты жеребцов. Но вот на арабское дерби вы больше на кого рассчитываете? Ну, на сегодняшний день, я не могу сказать, на кого рассчитываю. У нас еще впереди нормальное время. И как к этому подойдут, это время покажет. Сейчас, ну, преждевременно, я не могу сказать. Потому что мы сейчас расскакали, шагаем. Лошади приходят в нормальное состояние. Так что, ну, нельзя это предусмотреть, что, как, зачем. И почему? Потому что мы не знаем, какие будут соперники. Что, как, кого привезут, кого не привезут. Какой состав будет. Что состав этот пойдет, это, естественно, мои три головы, они пойдут. Но, но, опять же, не дай бог, что случится, как вот с завистью. Я не могу этого, понимаете, сказать. Ну, разумеется, всем лошадям здоровья. И, конечно же, от их текущего физического порядка очень много будет зависеть. Поскольку класс, мы видим, от скачки к скачке лошади прибавляют и доказывают свою состоятельность. Давайте подведем итог розыгрыша Большого Казанского приза дерби для чистокровно-арабской породы. Вахта Терск, Кобыла, вице-аксистка. Теперь к этому званию она прибавляет победу в Большом Казанском призе дерби, дербийская. Гаргамель очень тоже здорово выступил, от которого тоже, я так полагаю, в перспективе стоит ожидать серьезной борьбы в том же арабском дерби, который стоит в день розыгрыша приза Раиса Республики Татарстан. Ну и Калиостро Терск остался третьим. Христиану на четвертой позиции. Ветролом, консул РТ и Буфола замыкает итоговый протокол. Вот таким вот образом у нас распределились дела по окончании дерби. Предлагаю перейти к не менее интересному призу. Приз Поволжского федерального округа, он же приз Министерства сельского хозяйства, на 2 400 первая группа. Также скакали лошади чистокровной арабской породы. Ну и здесь победил волшебник Терск, волшебник Терск, которого мы хорошо знаем, сын Бенедикта и великолепной Верейки. Ну и действительно, вот он по ходу нынешнего сезона, ну и вообще всегда скакал в очень классных, сильных компаниях. И был тут же, тут же. Ну и вот, наконец, в сильной достаточно компании выигрывает эту скачку. Вот мне бы хотелось вернуться сейчас в Краснодар и попросить Евгения Капышева прокомментировать, собственно, те события, которые мы видели здесь на дорожке Казанского ипподрома на дистанции 2 400 для лошадей старшего возраста. Ожидал ли ты возвращения, так скажем, в ближний круг волшебника Терска, ввиду того, что здесь был тот же восход Терска и тот же Туфик, которого по-прежнему не стоит сбрасывать со счетов, который может, опять же, раз в год выстрелить. Ну и Балиал, который выиграл до этого пресс-элиты. То, что волшебник Терск классный, мы очень хорошо знали еще с двух лет. И таким образом, собственно, на сегодняшний день выглядела его карьера. Но, с другой стороны, мы знали, что у него были некоторые проблемы. которые не позволяли ему выйти на тот уровень, который он показывал в двух лет. Но посмотрите, какие разные два брата. Восход Терск и волшебник Терск. Хотя от одной матери, но производители совершенно разные. Но если мы знаем, что дети Бенедика тяготеют к классическим дистанциям, то вот то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, дети явка ледей больше тяготеют к дистанциям Майлерским. И вот вам вещественная доказательство. При прочих равных лошадь пришла в порядок, да, и показывает класс. Что касается восхода, ну, восход идет в свою силу. Но тут уже очень сильно, очень резво проехали по дистанции. Очень. И в этой связи результат выглядит достаточно. Достаточно логично, с учетом того, что лошади-то на самом деле очень-очень хорошие. И мне кажется, кто-то из них, а точнее, теперь уже вот видно по итогам этой скачки, если распределять силы перед Кубком Президента Объединенных Арабских Эмиратов, то на восходе надо будет давиться Ахара. А волшебник должен будет ловить его к концу. Я так думаю. Я бы так сделал. Очень интересное мнение. Ну, и возвращаемся сейчас к диалогу с Владимиром Василенко. Владимир Владимирович, ну, для вас победа волшебника Терска стала ли неожиданностью? И, собственно, как вы можете охарактеризовать третье место в восход Терска? Ну, я начну с волшебника. Я не скажу, что это открытие или что-то другое. Вы, если помните, по прошлому году он до Минсельхоза выигрывал, а Минсельхоза проиграл в Тауфику. Ну, класс есть класс. Как подошел жеребец? В этом году совсем по-другому. Изначально волшебник он вторым, третьим, ну, не выигрывал эти призы, ни элиту, ни пиццера. Вот. Ну, на сегодняшний день скачка так сложилась. Восход поехал в новом. Резво, конечно, предложили те лошади, которые потом, конечно, встали. Ну, и восход, так как он всего два раза до этого выступил, у нас были проблемы. Он проехал сам по себе. Ну, мне лично понравилось. То, что, как Женя говорит, что Хиафы, они есть, но мы разговаривали в прошлом, что это 1600. Ну, на сегодняшний день так оно и получается. Мне просто волшебник, он выполнил свое, и, естественно, там Бенедикт, он выполняет свою роль. Так что ничего великого и нового нет. Но за восходом скажу одно, что это только третий старт его в этом сезоне. И я, в принципе, доволен того, что он вышел на дорожку. И после этого все нормально. Владимир Владимирович, а вот семь скачек в этом сезоне уже у волшебника Терск. И мы видим, вероятно, волшебник Терск довольно быстро восстанавливается после проведенных скачек, потому как были у него дистанции 1200, 2200, 2400. Но по-прежнему в строю, по-прежнему свеж, и по-прежнему видим, как по финишной прямой добавляет. И это было заметно по итогам этой скачки. Насколько он действительно быстро перезаряжает свои батарейки для того, чтобы быть готовым уже выйти в следующий раз на дорожку? Ну, я вам скажу, что здесь не надо перезаряжать батарейки, лишь бы задом к кормушке не повернулось. А все остальное, это дело уже совсем другое. Нет, он к этому нормально относится, он восстанавливается быстро, но быстро и наедает. Ему все время нужно подгонять, подгонять, потому что аппетит у него, он про всех. Ну что ж, давайте вместе с вами, уважаемые друзья, подведем итог. Призоположка федерального округа, приз Министерства сельского хозяйства, скачка первой группы на дистанцию 2400, волшебный Терск одерживает победу, панацея, прошлогодняя аксистка осталась второй, восход третьим. Ну и далее Тауфик, Балиал и Бобруйск-Сер. Ну, я думаю, касательно дистанционности детей Хиафа-Аль-Калидия, это нас еще ожидает, быть может, много диалогов в контексте выступления. Но мы вспоминаем, опять же, да, вот Кобыл, который выиграл. Восход Терск, да, Вахта Терска, АТ-400. Верный Терск, по-моему, тоже от Хиафа. Ну, то есть, в своем, так скажем, возрастном диапазоне они держат 2400, а вот в старшем возрасте, вот мы сейчас видим, соответственно, несколько иную ситуацию. Давайте еще поговорим про казанский фаворит, большой двухлетний приз, для лошадей, разумеется, двух лет, четокровной арабской породы. И здесь победу одержал еще один сын великолепной кобылы Верейки, но, правда, от Барака уже, Вильберт Терск. Ну, и мы видим, что у него, в его карьере, да, пять стартов было, и все победы. Ну, и хотелось бы вот сейчас Евгений Капушеву вновь подключить. Жень, на тебя производит впечатление этот жеребчик? Да, на самом деле, мы сейчас уже опытным путем пришли, что, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, Верейка – это номер один, временная кобыла в Терском конном заводе, а это дорогого стоит, она год от года выдает класснейших лошадейских кобыл. А Вильберт, к тому же, еще и от Барака. А Барак, мы видим, специализируется на скороспевости. Его дети отличаются высокой резвостью и скороспевостью. Посмотрим, что будет дальше. На примере Нимбустерска видим, что никаких границ пока возможностей не видно. Так что, на самом деле, в Казани ему на сегодняшний день равных нет. Было бы интересно, конечно, посмотреть на него, скажем, «Нальчика» в большом двухлетнем. Но такой задачи не ставится, поэтому я думаю, что для него сезон уже, по крайней мере, завершается. Остался осенний приз, потому что для двухлеток в этот день ничего нет. Я имею в виду день Раиса Республики, президента Раиса Республики Торстан. Но в любом случае, лошадь, от которой ждем наивысших результатов любой скачки, было бы, конечно, очень интересно посмотреть на него компанией с соперниками по сезону. Ну вот как раз снял ты с языка мой вопрос, Жень. Как раз я его хотел адресовать Владимиру Василенко. Владимир Владимирович, ну я так полагаю, что Вильбета мы уже в этом сезоне не увидим. Да, то есть он уже поскакал, вы все, собственно, свои скачки выиграл. Ну, класс выявили. То есть ждем его, будучи трех лет уже? Да, конечно. Будем готовиться к трехлетним. Ну, хотелось бы уже из ваших уст получить характеристику. Что вы видите в нем? Какой потенциал? Ну, собственно, опять же мы видим, что действительно у него чемпионский потенциал вполне себе присутствует. Класс уже выявлен. Но вот касательно дистанционности, вот ваше предположение пока что. Ну, я предполагаю, что дистанционность будет, потому что 1400 проехал он тоже. Но, но, здесь есть одно но. Полей очень мало, полей. И были, может быть, поля, была бы другая ситуация с капель. Ну, на сегодняшний день сложилось, как сложилось. Вопрос другой, что я работаю с этими лошадьми от Верейки. Это уже у меня пятое поколение. И пятое поколение меня все время, как бы, я скажу, удивляет, удивляет и удивляет. Потому что это не первый же ребенок, и нет. Уже довольно-таки много от Верейки прошли через меня. И я думаю, что на три года он наш порадует. Ну, что же, действительно, будем ждать жеребчика, опять же, здоровья. Действительно, давайте еще раз вместе с вами посмотрим. Хоть и не такое широкое поле было в большом призе, который ставился на дорожке Казанского ипподрома. Но, в любом случае, опять же, и результаты о себе говорят. Ну, и тот отрыв, который привозит сейчас Вельбот Терск своим соперникам, говорит о многом. Ну, что же, Владимиру Василенко, удачи. Спасибо за то, что подключились в нашу программу. Я предлагаю сейчас подвести итог призу «Казанский фаворит» или большой двухлетний приз для чистокровно-арабской породы. Вельбот Терск с большим отрывом от своих преследователей финишировал первым. Вторым «Дрим Тим» Терска дали «Кристалл РТ», «Битум», ну и «Ирбис РТ» был снят. Вот таким образом у нас такой расклад получился по итогам скачек, которые состоялись 9-го числа, 9-го августа на дорожке Казанского ипподрома. А до этого, 8-го, была тоже очень интересная скачка, приз в честь праздника арабского конозаводства, где принимали участие всего три лошади, это «Сахара», «Андертейкер» и «Сарбона». Я перечислил этих лошадей в порядке прихода к финишу, на дистанции 1600 метров была скачка. Ну и «Сахар» победил под седлом Магомета Капушева. У него до этого были две скачки на Пятигорском ипподроме, где он дважды остался пятым выступителем в призе на Сима. Ну вот, с переездом в Казань, соответственно, «Сахар» вернулся, быть может, к своей чемпионской поступе. О Евгении Капушеву хотелось бы подключить к нашему диалогу. Женя, ну, опять же, здесь, так скажем, лакмусовой бумажкой выступал «Андертейкер» для «Сахара». Ну и как ты увидел эту скачку? Как я увидел эту скачку? Ну, конечно же, разительное изменение в состоянии «Сахара». Мы совсем недавно видели его на Пятигорском ипподроме, когда он просто вообще остановился в призе на Сима. Там сильнейшая компания была, но все же здесь тоже не слабая. Там он вообще бороться не хотел, бежать не хотел. А здесь соперник максимально грозный в Казани, «Андертейкер» один из лучших. Поэтому было удивительно видеть то, что он так преобразился. Магомед Капушев провел скачку «Гроссмейстерский». Он прекрасно знает ипподром «Казанский». Там два подъема в начале поворота. Вот он в начале скачки растянул, дал пересохнуть. В то время, как его соперник, наоборот, делал бросок на подъем, на финишной прямой сил не осталось. Поэтому, конечно, фактор опыта здесь предопределил такой исход скачки, на мой взгляд. Но в любом случае, если бы «Сахар» был не в порядке, он все равно был. Так что мы видим, «Сахар» набирает обороты. И это очень важная информация в перспективе розыгрыша приз за президентом Объединенных Арабских Эмиратов, который уже два раза выйдет. Ну вот мне подсказывают коллеги, Магомед Капушев вновь на связи. Магомед, мы знаем, что «Сахар» к вам в середине фактически сезона попал. Ну и хотелось бы вот сейчас получить текущую, так скажем, информацию, что вы видите в «Сахаре», насколько он действительно, быть может, пришел, подходит к своему оптимальному порядку. Ну и что вы ждете, собственно, в окончании, так скажем, сезона для «Сахара»? Ну, говорить про оптимальную форму очень рано. Пока еще я бы не сказал, что он близок к оптимальной форме. Хотелось бы, конечно, но рано, рано говорить о том, что он в оптимальной форме. Я думаю, еще постараемся, конечно, по максимуму, но к 30 августа подвести его в оптимальной форме будет очень проблематично. А там посмотрим, он все-таки жеребец и душевный, и с сердцем классный. Может, он нам как-то не получится у нас. А там уже посмотрим. Ну, до оптимальной формы ему еще далеко. Магомед, ну, все-таки мы видим, что маркером здесь все-таки выступил «Андертейкер», великолепный жеребец, который предлагал борьбу «Сахару». И «Сахару», соответственно, атаку отбил и, в общем, достаточно, на мой взгляд, уверенно финишировал. Опять же, это свидетельство того, что «Сахар», так скажем, возвращается в ближний круг лучших лошадей, ну, во всяком случае, на диссонансе с теми событиями, которые мы наблюдали в призе на Симов на Пятигорском подроме. Ну, конечно, он возвращается в форму, приходит, да, согласен. Но, понимаете, дистанция 1600 и 1800 в Казани – это абсолютно разные вещи. 1600 – это прием со старта, получается, под спуск такой, один поворот всего, а 1800, наоборот, принимаешь. Первый подъем, два поворота – это будет совсем другая скачка, поэтому было бы 1600, было бы намного проще и легче, но на 1800 скачка будет сложнее. Поэтому и не то чтобы опасения, но есть определенные мысли по этому поводу. Это разные 1600 и 1800, абсолютно разные по стилистике скачки в Казани, они совсем не похожи друг на друга. Поэтому есть кое-какие мысли в этом плане, а так, посмотрим. Ну что ж, Магомед, спасибо большое за это включение, хорошего полета. Ну и, разумеется, ждем от Сахара его привычных чемпионских выступлений. Давайте подведем итог этой скачки, которая фактически являлась препом для ее участников, для Кубка президента Объединенных Арабских Эмиратов, который состоится 30 августа. Итак, Сахар, Андертекер и Сарбонна. Дистанция, еще раз напоминаем, 1600 метров. Ну а Кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов это 1800. Ну и в связи с этим выше озвученные сложности озвучил, сказал нам сейчас, рассказал про них Магомед Капышев. Ну что ж, друзья, еще одно событие интересное прошло, но уже в рамках, да, всероссийского мероприятия, на дорожке Пятигорского ипподрома. Большой всероссийский приз дерби для лошадей, чистокровной, для халатикинской породы. Ну и, конечно же, Максим, мы в связи с этим держим в уме дерби, который состоится в Нальчике, пятимиллионное. Ну и я так полагаю, что участники этой скачки, во всяком случае, ну, наверное, добрая половина, да, да, добрая половина, вот, в общем, будет выступать, как мне кажется, в Нальчике и оспаривать этот дорогущий приз. Да, конечно, потому как и Пароль, и Майлихан, и Мабрук, вот они на протяжении всего этого сезона между собой соперничают, начиная с открытия, большой летний. Уже в ранге дербиста приехал сюда Пароль и одержал вторую победу в дерби. Вот самое главное теперь к началу сентября ему восстановиться. Наверное, в Нальчике будет в плане дорожки попроще, да, там порезвее. Вот, а на резвой дорожке Пароль уже в этом сезоне выигрывал дерби, будучи в Краснодаре. Поэтому здесь Пароль вот среди своих сверстников, среди трехлеток халатикинской породы является на данный момент абсолютным лидером. Итак, сейчас вновь хотелось бы подключить нашего постоянного эксперта Евгения Капшева. Жень, ну действительно, Пароль уже дважды дербист, Краснодарский, Пятигорский, ну и фактически получается у нас он является фаворитом на предстоящий Нальчевский приз дерби для ахалатикинской породы пятимиллионной. Ну, по-моему, достаточно очевидно все. Да, все абсолютно очевидно. Изначально Тимур Манкиев, как мы помним, не хотел вообще на нем ехать на Большой Всероссийский, хотя все-таки Большой Всероссийский приз дерби, хоть и бесплатно. Но, с другой стороны, для Пароля Пятигорская дорожка домашняя. Он здесь постоянно тренируется, постоянно скачет. И до дерби в Нальчике еще месяц. Месяц. Он решил проехать и не прогадал. Дальше. Понятно, что вопрос в том, сможет ли он выиграть третий дерби, хэт-трик сделать в одном сезоне. Понятно, что он обладает всеми необходимыми качествами для этого. И если не будет форс-мажора, то, конечно же, сможет это сделать. Но скачки есть скачки, лошади приходят в порядок, лошади выходят из порядка, транспортировка и так далее, и так далее. Слишком много факторов X в этом уравнении. В любом случае, пароль на сегодняшний день, на данный момент, это ведущая трехлетняя лошадь России в этом сезоне. Ну, скажи, пожалуйста, как ты видишь вот это предстоящее дерби, пятимиллионное в Нальчике? Это противостояние, так скажем, двух центров, да, где испытываются ахлотикинцы Пятигорского и, наверное, Краснодарского? Ну, с учетом того, что пароль выиграл в Краснодаре дерби с отрывом, по-моему, в корпусу в 15, я из Краснодара никого не жду. Тут будет повторение, скорее всего, того, что мы видим сейчас. Пароль Мабрук, Майлихан, вот эта тройка, я... Ну, я просто сейчас не вижу лошадей в России, которые могут к ним подъехать. Ну, что ж, да, спасибо большое, Женя, за этот комментарий. Ну, и я сейчас предлагаю вместе с вами, уважаемые друзья, услышать мнение Тимура Манкиева, собственно, который дал интервью сразу после победного финиша Пароля. Я ожидал, ну, очень серьезное там соперничество будет, я думал, потому что лошади очень хорошие. Я в этом году у них выиграл большой летний. Я знал, что соперники серьезные будут. Мне очень тяжело было, потому что обе лошади, которые с конзавода, с Авропольского, и мне тяжело было делать такой акцент, чтобы одного отпустить тоже не получалось, тот убежит, того потом не поймаю. Поэтому тяжело было очень. Ну, я уверен был в своем коне, честно. Думал, что он поборется конкретно. Я как мужику объяснил, вот такой он ровный, не надо особо вот такого броска, надо ехать смело, такой он, станина такой сильный у него. Он не особым 100% пике. Он был очень хорошим пике. Вот в Краснодаре, как он просакал, приехал, я думал, честно говоря, пропустить этот дерби, потому что он чуть-чуть перепал у меня. Дерби один раз выигрывает лошадь, ну, дуплет второй раз, два раза дерби выиграет. Каждому коневладельцу хочется, каждому тренеру хочется. Поэтому как-то старались, чтобы он как-то пошел нормально. Ну, что же, интересно интервью Тимура Манкиева. Ну, и теперь нам, собственно, остается ожидать пароля на вышеозвученном событии, пожелать ему в первую очередь здоровья, да, ну и посмотреть, да, как он, успеет ли он восстановиться. Во всяком случае, времени достаточно, но, в общем, да, всякие истории и ситуации известны. Но, в любом случае, пароль выходит у нас сейчас фаворитом. Давайте, уважаемые друзья, подведем итог большому всероссийскому призу дерби, который стоялся на пятигорской дорожке для лошадей Ахлатикинской породы. Прошу прощения. Ну, и фиксируем для себя уверенную победу пароля. Второй Мэли Хан, третий Мабрук, четвертый Джимитент, ну и Акбар на пятые позиции. Ну, и кроме того, уважаемые друзья, как мы знаем, после Ахлатикинского дерби большого всероссийского на Пятигорском ипподроме проходит и ринг-выводки Ахлатикинцев, так называемый чемпионат Ахлатикинской породы лошадей. Ну, и в этот раз традиция продолжилась. Вот мы увидим как раз это событие. Ну, и скажем, что среди двухлетних кобыл чемпионкой стала Румелия, Ставропольского конного завода, среди двухлетних жеребцов Елан Тегин, частные владелицы Юлии Фродковой. Рожден, кстати, у Александра Климука этот жеребчик. Далее, среди трехлетних кобыл победила Фагеля Шах, собственно, КФХ Шах-Теке, представлявшая. Ну, и среди жеребцов трех лет и старше лучшим был, лучше выглядел Инсар, представляющий конное предприятие Джапаровых. Словом, очень важно, да, поддерживать эту традицию. Ну, и действительно, Ахлатикинское конозаводство для наших конников, для российских конников крайне важная часть их жизни. Ну, и благо, что появляются такие дорогие призы, вот как дерби. Ну, и будем надеяться, что в обозримой перспективе вернется и русский аргамак для лошадей старшего возраста Ахлатикинской породы. Собственно, это будет определенным маяком для того, чтобы развивать эту великолепную породу. Спасибо всем тем, кто включался в наши скаковые части программы, уважаемые друзья. А сразу после небольшого перерыва мы поговорим про ИГА. Не уходите далеко от своих телевизоров. Итак, друзья, мы продолжаем наш пост-эвентум. Сейчас поговорим про БИГА. Очутимся на нескольких ипподромах. Ну, и предлагаю начать с тех событий, которые проистекали в Ульяновске. И для начала представлю моих коллег Константин Пучков, мастер-наездник Владимир Матвеев. Наш постоянный секрет. Ну что же, и прямо с места карьер хочу сейчас опять же начать с розыгрыша Большого Ульяновского приза дерби, где победу одержал Тринитатис-7. Вице-дербист, как мы помним, был второй за Грегори РМ в Раменском. Ну, и вот свое дерби Тринитатис выиграл. Выиграл в Ульяновске, еще раз напоминаю. У нас сейчас Андрей Вилкин на прямой связи. Андрей, добрый день, как нас слышно? Добрый день, слышно хорошо, спасибо. Андрей, ну, хотелось бы вот от первого лица услышать, как прошло дерби. Мы видим, что, ну, возможно, поле не такое было широкое, но соперники достаточно серьезные. Тот же Бичмани-7 действительно зарекомендовал себя, но и другие лошади. Ну, и, собственно, о самом дерби, как оно прошло для Тринитатиса, насколько, так скажем, ему легко далась эта победа, потому что мы видим, да, ближайший преследователь, это Рейс Син, проиграл Тринитатису в секунду. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов данного праздника, вот, это руководство Ульяновского ипподрома, арендаторов Ульяновского ипподрома, руководство Министерства сельского хозяйства, вот, за финансо-административную поддержку, которую оказали данному празднику. Вот, и всем, как бы, огромное спасибо, несли поклон. Ну, праздник, на самом деле, состоялся, дорожка была хорошая, погода немножко, как бы, подвела, но поскольку, поскольку дорожка там все погоднее, за дорожкой очень хорошо ухаживает, это не повлияло, как бы, на ход праздника. Ну, что касательно самого заезда, розыгрыша Большого Ульяновского приза дерби, еще раз возвращаясь к этому вопросу, насколько легко далась эта победа Тринитатису, учитывая, опять же, и переезд и так далее, ну, и само соперничество, как вы его ощутили? Ну, дело в том, что, на самом деле, конкуренция все-таки присутствовала, несмотря на то, что, как вы заметили, поля были не широкие, тем не менее, лошади все были достойные, люди приехали, люди, как бы тренера, тренера, и наездки все опытные, достойные, вот, лошади были шикарные, с формы завоза поворота, с хозяйства Сергея Ивановича найденного, поэтому счетов сбрасывать никогда, никого я не собираюсь и никогда этого не делал, поэтому, сказать, что победа была легкая, ну, скажем так, не, наверное, говорить об этом будет неправильно, вот, все боролись, все, как бы, соответствовали, ну, поскольку, поскольку Тринитатис есть Тринитатис, все-таки выдающаяся лошадь, как вы заметили, он был вторым, повторяю, большинство российских в пресс-дерби, только победу он одержал, ну, не хочу сказать, что было очень сильно легко, пришлось водить, номер был хороший. Андрей, а вы общались там, по ходу заезда, с наездником Рейсина, уговаривали его потише ехать, или что-то так, другое что-то было? Ну, примерно, да, я, как бы, повернулся, сказал, что дорога-то дальняя, торопиться не стоит, вот, но, поскольку, поскольку, на самом деле, человек здравомысля, все отреагировало, это нормально. Но все равно потом давить начал где-то уже, за полкруга до финиша. Ну, да, там где-то осталось, наверное, где-то четвертый-полторы, он прям хороший, сделает бросок, такой прям уверенный, вот, и я думал, все, надо соответствовать уже начинать, секундочку, вот, и реально, как бы, чуть-чуть, все вперед, все контролировал в этот момент, ну, может, хороший, а там, может, страшно, а ездить боевой, вот, но я считаю, что он лишнего, конечно, выужил на той прямой лошади, ее, конечно, до конца не хватило, если бы он еще маленько сидел, я думаю, что на финише борьба была такая поинтереснее с его стороны. Андрей, получается, у нас, получается, у нас две сложные езды были, у Тринитатиса, это полуфинальный заезд приза дерби, сам дерби, и сейчас, получается, третья езда довольно-таки непростая, непростая, в какой-то степени, по мокрому покрытию, по призовому мокрому покрытию, то есть, вот эти обильные осадки, они помогли Тринитатису или наоборот? А, не понял, вопрос, что помогло ему? Вот эти обильные осадки, то, чтобы призовое покрытие было влажное. Я не хочу сказать, что, на самом деле, там дорожка, она любит воду, дорожка очень хорошая, и она была в отличном состоянии, скажем так, ее на днях все гардеранули перед этим, готовились люди к данному событию. Вот, и дорожка была очень хорошая. Да, есть ее недостаточно, и, как бы, не такая она сильно широкая, как хотелось бы, вот, ну, и виражей хотелось бы побольше. Но, в целом, дорожка, покрытие дорожки очень хорошо работает. Держал, вот, конечно, за нее надо поглядывать. Ну, я не считаю, что Тринитатису дорожка, наоборот, помогла, только отличные секунды, 3-3, вот, на тысячаметровом, как бы, кругу, замечательный результат. Вот, выглядело очень хорошо. Андрей, ну, мы сейчас подведем итог цифровой, да, розыгрышу Большого Ульяновского приза дерби. Еще раз поздравляем с победой Тринитатиса 7. И вот, как раз эту табличку мы сейчас наблюдаем. И буквально еще мы вас на минуточку задержим, поскольку было бы очень интересно узнать ваш комментарий относительно выступления Пиоли Че в призе гибриды, где первенствовал Арчи Энджел ВП. А Пиоли, насколько мы понимаем, сбилась. Ну, и хотелось бы вот от вас тоже комментарий получить. Что же произошло на дорожке, собственно, из первых уст? Ну, Пиоли находится в отличном порядке. Опять же говорю, Пиоли не справилась при входе в поворот. Прием был жесткий, я, как бы, пытался соответствовать как бы этому приему, хотя понимал, что ездить все здорово. Хотел зайти пошире, и заодно там где-то уже напрямую перехватывает лошадка, которая шла на второй позиции. Это лицо Галимзианов, да? Ну, и в констандартном случае, только в пусте виража, скорость большая, она по такому короткому треку не бегала, в отличие от тех лошадей. Вот, поэтому я просто сегментарно не справился, как при входе в поворот. Сбилось, потом я его поставил, вошел в следующий поворот, и опять не понравилось. Ну, и приехал так, как приехал, что-то иметь. Вот я считаю, что после их несоответствия, ну, не, скажем, отсутствует привычка ее бегов на коротком треке без виража, скажем так. Андрей, а я что-то в интернете не нашел. Какая там длина дорожки? Тысячи метров. Отлично. А вот на Альбертини еще сразу заранее, чтобы пользоваться случаем, Альбертини не мешали на финишной прямой? Да нет, я не хочу сказать, что там мешали как-то там. Ну, сообразно люди ездят, как бы, ничего страшного. Ну, скажем так, если бы был чем подать, он подал. Вот такая же ситуация. По прямой бежит здорово, в повороте как-то тяжело. Повороте тяжело. Лошадь крупная. Вот никак от поворота прямая короткая. Приходится как бы разгоняться уже в повороте по-хорошему у нас, чтобы напрямую выходить уже на хорошей ударной позиции. А те лошади привыкшие, они выходят как бы с этого поворота. А он никак. Вот напрямую бросает, а уже как бы это поздно. Уже поздно. Альбертини... Да-да-да-да. Буквально последняя, да, ваша сентенция. Альбертини просто он лошадь не для ЦЦК, а взял его как бы на всякий случай. Так, ну, ездишь, лошадь, копейка, здесь, как говорится, копейка, там, чтобы владелец заработал. Ну, что-то. Вот четвертое место хорошее, как бы. Ну, нормально. Произошло так, как должно было быть примерно. Ну что ж, спасибо большое, Андрей, за то, что вы включились в своем плотном графике рабочим. Еще раз вас с победой в Большом Ульянском призе Дерби. Ну, и, разумеется, будущих побед. Ну, а мы еще раз возвращаемся, уважаемые друзья, к розыгрышу приза гибриды, который стоялся на дорожке, на призовой дорожке Ульяновского ипподрома. Ну, естественно, те, кто видел результат, обратил внимание на секунды, которые продемонстрировал, соответственно, Archangel VP. Ну, вы впечатлились, коллеги? Ну, Archangel VP вообще для меня в этом году одна из сильнейших трехлеток вообще в России. Ему не повезло в финале приза гибрида в Райминском. Там я так посмотрел, вроде как Вениамин Уонов, и его довольно-таки нормально подвел к машине, но Archangel VP его подвел там. Ну, как обычно, он очень плотно всегда подходит к машине. Ну, это и нормально, так и должны наездники подводить плотно лошадей к машине. Не знаю, что там было, может быть, что-то он испугался, но сам факт, что он его подвел. Здесь, вообще, он же минут 56 в Ульяновск ехал, Archangel VP, потом ехал минут 59, опять он едет... Минут 57 и 8. Да, в Ульяновск. С учетом того, как Андрей Вилкин сказал, что хотелось бы более крутые виражи, потому что прямые и короткие, виражи тоже довольно-таки затяжные, и крупным лошадям сложнее их проходить. То есть тут более ловкие лошади, более-таки некрупные хорошо проходит эта дорожка. Ну, видимо, она Archangelу подходит. Во-первых, да, километровая и без виражей. И он все равно 57 едет. Да. 56 он там же ехал. А там же 57. Да-да-да. Ну, он же, да, так скажем... Так вот только в России бывает. Видно, видно. На короткие дорожки едут резее, чем на более длинные. Ульяновская дорожка, видно, нравится, Archangel VP. Ну, и мы ждем от него повторения вот этих великолепных секунд все-таки по возвращению, быть может, в Раменское. Призов еще будет достаточно. Давайте подведем итог. Призов гибриды, который состоялся в Ульяновске. Ну, еще раз напоминаем, да, Пиоле, соответственно, финишировал четвертый. Ну, комментарий Андрея Вилкина по этому поводу мы уже услышали. Давайте вот вторую часть итогового протокола. Пиоля свой приз гибрида выиграла. Да. Она кобыла. У него был непростой вот этот летний период. Ну, я... Поэтому она подустала банально. И плюс ей дорожка, может быть, не подошла. Ну, это бонусом, так скажем, да. Взял ее с собой, видимо, Андрей Вилкин. Ну, тем не менее, тем не менее, да, получил какой-то по меньшей мере опыт. Ну, и еще приз... Давайте финал приза элиты посмотрим. Для лошадей старшего возраста, разумеется, который стоялся на дорожке Ульяновского ипподрома. Оба полуфинала мы не будем смотреть. А вот как раз финал очень интересный получился. Ну, и здесь бежали у нас квадрат Альбертини Че, о котором мы уж и услышали. Великолепная Бонни Амур Чеэс. Далее Only URM. 7 Sky 7, 7 и Starboy. Ну, в общем, лошади очень хорошо нам знакомы. Ну, и опять же, про Альбертини Че мы получили сейчас комментарии. А вот Бонни Амур Чеэс, видимо, все-таки определенная часть аудитории весьма-весьма впечатлили ввиду, ну, все-таки ее не совсем выразительного выступления на дорожке Раменского. Ну, в этом году. А в прошлом-то она приз в Гильдецов была. Да, да, я только этот год имею. Ну, бывает такое все-таки кобыла. И плюс, смотрите, вот обратите внимание, как едут победители главных заездов. Они вводят. То есть, финишная прямая Андрей Вилкин нам сказал, она короткая, мы это видим. Там некогда из-за спины отворачивать, потому что финиш он близко. И поэтому все победители вводят. Бонни Амур Чеэс, вообще я рад, что кобыла оставляет на старший возраст, все-таки хорошие секунды показала по-влажному призову покрытия. Она установила свой личный рекорд, минуты 56,7 она пробежала, а до этого у нее был минуты 57,2, если верить, опять же. Да, причем, я же говорю, на короткой дорожке лошадь едет резьей, чем на длинной. Ну да, вот она вот слежалась, что называется, а еще обильные дожди ее хорошо пролили. В очередной раз хочу отметить тактическое мастерство, конечно, Иры, потому что мы смотрим только финал. А на самом деле, если посмотрим полуфинал, то увидим, что она там экономненько проехала на второе место, сохранила силу, скажем, в отличие от наездника Старбоя, который уже спрашивал в своем полуфинале. И вот, видимо, на финал не хватило, я так полагаю. Но я думаю, что все равно Бонни Амур шикарная лошадь. Помним, что она в дерби совершенно случайно не попала, в свое дерби, которое в прошлом году было. Попала в гильдейство, которое с блеском выиграло. Шикарная кобыла, ничего не скажешь. Давайте подведем итог призу элиты, который состоялся, еще раз напоминаю, на дорожке Ульяновского ипподрома. 350 тысяч он, кстати, стоил, а дерби 600. Итак, Бонни Амур Чиес выиграла пресс элиты с результатом минут 56,7. На второй позиции Only URM. На третьей Starboy. Ну и далее мы видим Альбертиниче, Квадрат и Севанская-7. Вот таким образом у нас в итоговом протоколе расположились участники этого приза. Ну что же, самое время настало отправиться сейчас в Раменское, где нас тоже очень много ожидало. Во всяком случае, для меня точно были откровения определенные. Вот. Я предлагаю начать с розыгрыша приза Кипра для кобыл орловской породы, рожденной в 2021 году, то есть для трехлетних, для жеребцов кобыл, конечно же. Ну и дистанция 1600 метров. Ну и почему я так ошибся? Я потому что думал, что, ну, как и все, наверное, цитата должна выиграть здесь кобыла великолепная, собственно, в одну калитку, победительница приза ковбоя. Но то, что мы сейчас вместе с вами, уважаемые друзья, увидим, это, конечно, достойно несколько раз, да, пересмотра тех событий, которые развивались на дорожке Раменского ипподрома. Цитата, сразу скажу, была третьей, с результатом 2.05 и 1. Кто-то, быть может, сказал, ну, цитата устала, там, так далее, потому что на ее плечи, значит, легло тяжелое бремя, да, то есть бегов, которые состоялись на различных дорожках. Но она-то пробежала в свое время, вот. А то, что показал Криптон и Патруль, здесь уже можно говорить о том, что эти два жеребчика, ну, улучшились значительно в сравнении с своими предыдущими, так скажем, ездами. Вы знаете, эти бега, которые в Раменско прошли, они для меня как бы своеобразный квест, потому что объясните результаты, может быть, очень много таких красных объяснений, еще мы в следующих заведах тоже коснемся. И вот, что касается цитат, цитаты, значит, наездник который говорил, что кобыла на 2.2 готова, и мы впечатлены ее ездами, когда она с места до места, и вроде на финише не шевелится. Значит, теперь одно из объяснений, вот одна из разгадка квеста, может быть, поскольку кобыла никогда борьбы-то не испытывала на финишной прямой, и на финишной прямой ее просто так, доезжала, останавливали, и, возможно, вот этот самый кусок, где она проиграла, возможно, она просто как бы не приучена к этому, или наоборот, была приучена к тому, что на финише ее совсем не спрашивают. Вот она водит, 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 смотрите, но это одно из объяснений, может быть, есть и другие. Ну, тут вообще интересный, да, момент, цитата в ранних своих предыдущих заездах смотрелась одной, никого рядом не было, плюс-минус в эти секунды она и ехала, то есть она и этот старт-то показала свой класс. Да, да, да. Да, просто жеребцы к ней подъехали, жеребцы чуть-чуть после главных призов как-то, может быть, лучше бы стали готовы, и жеребцы подъехали, тот же Криптон, он с каждой ездой улучшает. Я помню, он какое-то время весной не выступал, потом, например, Булат его записал, потом на нем выиграл, неожиданно обыграв сильную компанию, и скажет, что здесь все лучше, 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 и еще лучше, 2-4 идеи, своим личным рекордом 2 секунды скинул. То есть Криптон меня лично приятно удивил. Мы от него ждали, мы про него говорили в четверг, но все равно, то, что он на 2 секунды рези приедет, я, наверное, предположить не мог. А мог ли предположить сам Тибербулат Тунгатаров, давайте выслушаем его мнение, с которым он поделился после финиша этого великолепного приза. Я в него поверил осенью двух лет, когда он, это так сказать, что я на него не спрашивал ничего, но он ни разу ниже третьего не был. На «Ковбои» мы были готовы на 5 ехать, на 5 готовы ехать, ну, там со старт машины же, не старт машины, а мы просто поторопились там немножко. Я вот старт, ну, подработал, поинтервалил немножко. Я вот в обратном отчете давал интервью, что мы поедем и поедем по-серьезному. Этот конь набирает оборотов. Ну, я думал, чтобы не отстать далеко со старта, а с 800-ки он сделает то же самое, что и они. Конь стабильный, он адекватный, там у него мама очень хорошего происхождения, отец чисто первомосковский, очень высоких кровей, тем более, вот, я не знаю, клиторские, они все-таки загадка была, они дальнобойщики, как-то чуть, вот, им надо со старта вот устояться, проехать, и потом они едут. Ну, в коня я этого верю. Ну, сейчас, может, дадим немножко передохнуть, и там мы будут 2400 еще заезды. Ну, мы будем стараться в обоими быть. Ну что же, наездник смотрит будущее с оптимизмом. Смотрите, по 30 эти жеребцы сделать четверть не могут. Они сделали в второй полкруга 31-31 примерно по себе, что патруль, что криптон. По 30 не могут, просто их цитата на финише подождала. Ну да, нет, когда-то жеребцы всегда нагоняют кобылы, и, в общем-то, в старшем возрасте обгоняют, очевидно. Вот, теперь следующая езда, как бы нам даст ответ, на самом деле. Это случайно с цитатой случилось? Все-таки наездник, говорю, две-две готовы? Или уже жеребцы ее догнали? Константин, я думаю, из-за того, что, может быть, наездник, естественно, коневладельцы чуть больше знали, поэтому и на всероссийский рекорд в какой-то степени не ехали. Предыдущую езду я посмотрел, приз ковбоя, я увидел на финише, уже так много пристально наблюдал за цитатой, увидел на финише, что водички-то такие легкие уже цитаты, то есть нечем ей было добавить. Да, никого рядом не было, ну, то есть такая ситуация была пограничная. А вот этот заезд дал ответ по той ситуации. Я думаю, что следующая езда будет не лучше точно у цитата. То есть это не случайность? Это уже, я считаю, что да. 32-2 последние четы привяло все-таки, пристало, да? Жеребцы подъехались, и жеребцы с лещей ездой будут так же выглядеть, они ее обыграют так же. Давайте подведем итог тем событиям, которые мы только что видели, но уже в цифровом эквиваленте. Ну и подведем итог розыгрыша приза Кипра для жребцов и кабыл-орловской породы трехлетних. Ну, еще раз фиксируем для себя, опять же, то время, которое показали Криптон и Патруль. 2,04 и 9. Ну, разумеется, это личные их рекорды. Далее цитата. Кредит Косаров, Звездопад и Муза. Саров, Саров, каков. Приема, поэтому я заказываю. Опять не его секунды. Далее приз селекционеров. Тоже очень интересный приз. Традиционный для жребцов и кобыл орловской породы 2020 года рождения. То есть для четырехлеток. Большинство, опять же, дистанция 2,400 такая же, как и в призе Барса. Ну, и здесь вот то, о чем вы говорили только что, Константин. На Киевлянку, которая бежала под пятым номером, 1,7 на один поставленный рубль коэффициент был. А на побег Чена 2,6 на один поставленный рубль. В результате побег третий, Киевлянка пятая. Хотя Киевлянка фактически водила всю дистанцию, но вот концом сдалась. А, собственно, на первой роли выскочили у нас сват и пульс. У меня вот такое ощущение, что просто что-то случилось на коротке, где Киевлянка дала себя перехватить. Потому что вот она, смотрите, выходит на финишную прямую, и она плотно в спине. То есть нет такого ощущения, что встала. Потому что лошади уже хорошо едут, почти пятая четвертая, 31,8, но она не отстает. И вот, наверное, собиралась бросаться на финишную прямую, но сбилась там, для того, чтобы, может быть, плотно в спине. Но это для меня как бы очередной квест. Я не понимаю, что произошло на самом деле. Смотрите, какая ситуация. Приехали, забегая вперед, 3,13,9. Откровенно, не резво. Пульс, я говорил, что непростая лошадь в управлении. Андрей Вилкин на нем много скакал до полуфинального заезда. Даже в полуфинальном приезде Барса он скакал. В финале он выглядело тоже неплохо. В свои пограничные секунды приехал, остался на платном месте. Здесь, получается, пульс тоже ничего сверхъестественного не показал, кроме того, что не скакал. То есть, секунды 3,13,9. Такие, как бы, хорошие, но не сумасшедшие. Та же Киевлянка в полуфинале приза Барса приехала 3,12 на первом месте. То есть, тут Катя Крузякова проехала на пульсе хорошо. Самое главное ей было принять. Первым моментом было это непросто. Главное, чтобы лошадь не сбилась. Самое главное. Тут вопроса по пульсу нет. Он выглядел в своей тарелке. Сват, побег ЧМ, пикап Киевлянка в первую очередь. Честно говоря, меня неприятно удивило. Вот она даже здесь сбилась. Все-таки у нее земля под ногами закончилась при входе в последний поворот. Честно говоря, я ее впереди ждал. Сват, ну, Сват вечно второй в традиционных призах. Не знаю, мне кажется, это его кредо теперь. И тоже приехал 3,14. То есть, такой жеребцы, вообще, точнее, четырехлетний лошадь назад поехали. Орловский четырехлетний. Честно говоря, ставка такая себе в этом году, откровенно говоря. Да, но мы здесь не видели победителя, да, приза Барса, замаха. Было бы интересно на него посмотреть в этой кампании. Ну, я думаю, что еще в перспективе у нас будет достаточно интересных призов, куда вернется замах. А я предлагаю Екатерину Корзюкову послушать, которая привела пульса на первом к финишному столбу. Мне так повезло, что бригадир наш выступает в Ульяновске. Поэтому мне посчастливилось оказаться в этом призу на этой лошади. И, в принципе, он уже, спасибо нашему бригадиру, готов к этому был. Он ему немало крови попил, он сложный. Но сегодня он был уже подготовлен, и мне просто осталось не подвезти, не оплошать. На работе он сейчас вообще стал очень приятной лошадью. А в призу я первый раз на нем. Сейчас я понимаю, что он пришел в тот порядок, на котором стало приятно ехать. Потому что до этого я видела со стороны, это была очень сложная лошадь. Да, ну вот, Игорю, мне повезло, что он уже накатанный. Он последние две езды был нормальный, и чувствуется, что уже работа проведена. Ну, молодец, скромная девушка. Не стала говорить, что я такая лобкая и все прочее. Не, молодец. Ну, хорошо проехал. Ну, насколько я помню, Андрей Вилкин же говорил нам, что он как раз... В последнее интервью он говорил, да. Что Екатерина работает, по-моему, с ним. Что пульс налаживается. И обратите внимание, последние две четверти, 31,6-31,4. Ну, последние полкруга хорошие. Все-таки до этого тихо ехали, чтобы... Поэтому вот такие последние две четверти и не планировали. Вот это у вас сама Екатерина. Ну, словом, еще раз наше поздравление. И давайте, так скажем, финализируем те события, которые прошли на дорожке Раменского ипподрома. Призом большой четырехлетний для кобыл, соответственно, призовых пород. Ну, и, насколько мы понимаем, речь идет о четырехлетних кобылах. Ну, и полтора миллиона рублей, ни много ни мало, да, было разыграно в этом призе. И составище какое-то было здесь прямо. Что не лошадь, то звезда. Ну, и вот на Джоконду Че мы обращали внимание буквально... Здесь мы угадали победителя в этом заезде. Джоконду мы ждали... Мы ждали Джоконду, Луну-Ночь и одну Локотскую. Да. Ну, Джоконда с Баилом, мы видим, да, с приема. Ну, а, в общем-то, да, пролидировала фактически всю дистанцию Луны-Ночь. Ну, и на нее играли 2,9, коэффициент был к одному. Да, фактически вот здесь точно не ошиблись в своих ожиданиях игроки, так скажем, те, кто проверял свои знания на тотализаторе. Ну, в общем, да, тут, в общем, ее можно было предсказать, что мы и сделали. Но вопрос с Джоконды, потому что Андрей Вилкин сказал, что кобыла верная, не скатит. А кобыла готова на безминутную езду, говорил. Готовы две минуты разменять. Вот, я перед заездом спросил еще Петра Хижняка, говорю, как, все хорошо? Он говорит, все хорошо, все нормально. То есть, это сбой достаточно неожиданный. Вот, может быть, немножко перепесил, там, третьим колесом пытался перехватить. Не знаю, или, может, что-то испугалось. Вот это тоже требует объяснения какого-то. Ну, да, да, да. Ну, лунная ночь. Давайте про победителя говорить. Классная кобыла, но в какой-то степени она была нестабильна. Она выиграла двухлетние призы еще в Раймском. С двух лет бегает. У нее есть классный родной брат. Константин уже на себе испытал его. С ним познакомился в прошлом году. Здесь у нее была классная езда до этого. Да, тут был вопрос, собьется она или нет. Да, может, в какой-то степени меньше сбоя ждали от Джаконды. Но лунную ночь у своего наездника не подвела Сергея Сергеева. И это главная ее победа в карьере. Да, действительно, очень ярко разыграла этот приз лунная ночь. Еще раз напоминаю, фактически... Она просто улетела от своих соперников. Соперницы. Ну, и я предлагаю все-таки услышать мнение Сергея Сергеева. Ну, и затем финализируем тему розыгрыша приза «Большой четырехлетний» для кобыл. Мое мнение было водить. Принимать и водить. А там как получится. Не отдать бровку. Все. Вот вся задача. Задача была выполнена. Кобыла выиграла. Горяченькая. Ну, тем и лучше. С одной стороны. Где-то, да, подводит она из-за этого. А где-то вот плюс. На глазничке одели. Все, поехало как следует. Не видел, кто там что сбился, где. Я видел, вот, Вадим Кулыгин справа сел. Я еще добавлять. Надо силовую езду предлагать. У кобылы был старт на дерби. Они уже все поднаелись. А мою не проплачивали. Я ее чисто готовил вот на этот приз. До этого года, до конца, я думаю, точно побегает. А там, не знаю, может, с Владимиром Юрьевичем поговорим. Может быть, оставит на пять лет. На элиту попробует пробежать. Но, думаю, в оплату может попасть. Если все хорошо сложится, все по здоровью будет. Если в порядке, то может быть в оплате. Ну, выбежала из двух минут. Минута 59,2. Ну, показатели очень хорошие. Ну, практически она без конкуренции выиграла. Да, настолько уверена, что она выиграла главный приз для кобыла. Это Окс. С учетом того, что Луна-ночь даже не была проплачена на главный приз. И, откровенно говоря, любой кобыле там делать было нечего. В большом всероссийском призе дерби. Потому что очень сильные жеребцы. Джаконда 5. Очень сильные жеребцы. Джаконда 5, наверное, прогибла. А у нас для орловцев, получается, ближайший приз крупный, большой. Это национальное достояние, которое пройдет в сентябре. В сентябре будет. Орловских лошадей. Ну, там для 4-х леток будет пресс. Там большой день для орловцев. Большой день для орловцев. Но мы пока что в ожидании этих событий, собственно, смотрим, да, как развиваются события на других подромах. И в Раменском, и прочее. Ну, вот в Московском конном заводе номер один состоялось традиционное мероприятие, которое носит название «Крылатое сердце России». И, собственно, прошел четвертый чемпионат русских троек. Давно мы русских троек не видели, да, на ипподромах. Но, тем не менее, находят они, собственно, себе применение вот в таких мероприятиях. Ну, это своего рода, да, паркур или за рубежом подобное мероприятие называется драйвингом. Да, это целое направление, вид спорта такой, где, мы знаем, да, в запряжке две лошади, четыре участвуют. Вот у нас, соответственно, проходят такие события на русских тройках. И, как мы видим, небезуспешно при большом стечении народа все эти события проходят. Ну, и скажем, что вот из восьми русских троек, которые соревновались в паркуре, победу одержала тройка Московского конного завода во главе с Александром Курковским. Да, и мы видим, что коренником здесь был гренадер, престижный с опыт и желанный. Ну, и с этим мы, собственно, и поздравляем. Ну, и, кроме того, еще был паркур, что интересно, для классической запряжки. То есть, качалка и, собственно, рысак. Ну, и здесь победу одержала Анна Вячеславовна Старшинова. Ну, и, собственно, вот таким вот образом развивались события, еще раз напоминаю, в Московском конном заводе номер один. Ну, тоже своего рода, как бы, да, и развлечение, но и применение Орловскому русаку, чей спектр достаточно широкий, как мы понимаем, да, Константин, и из истории, и на текущий момент. Ну, это, с моей точки зрения, это больше декоративное такое искусство. Мне нравится все-таки спорт. В этом смысле, что бега, секунды... Да, я же не просто так сказал, но за рубежом, да, и даже у нас в России есть целое направление спортивное, которое получило признание в Международной Федерации конного спорта. Это драйвинг называется. Ну, там, мы знаем, лошади немецких пород и голландских превалируют, а вот здесь надо брать внимание на орловца. Я предлагаю сейчас Юрия Борисовича Прохорова послушать, дал он небольшой комментарий относительно тех событий, за которыми мы вместе с вами наблюдали. Самое главное, что это осталось традицией, это с этого начнем, потому что, когда первым турниром проходил, было очень много обратной связи, и люди просили, чтобы, не дай бог, не одноразово получилось. Но поскольку это мероприятие не дешевое, как вы понимаете, значит, мы, конечно, все взвесили и поняли, что такой турнир нельзя забыть просто одноразово. И теперь он уже, мы смело говорим, традиционный турнир. Мы стараемся вообще каждый год что-то привносить новое. Вот в этом году, например, прошел турнир заводских наездников. Эти люди немножко забыты, обычно бывают, вот за успехами наших лошадей, наших каких-то достижений высоких. Они как-то всегда в тени были. И вот мы сегодня решили их тоже почистить. Многие спрашивают, чем отличается ваш турнир от других? Да он всем отличается. Самое главное его отличие в том, что мы стараемся дать возможность всем людям, троечникам, не обязательно великим спортсменам, каким-то профессионалам, а даже любителям, дать возможность себя как-то здесь показать. Ну что же, да, мы вместе с вами сейчас наблюдали филигранную работу русской тройки. Ну а что касательно, опять же, спортивной составляющей, подробной составляющей, я так полагаю, что у московского конного завода, наверное, кроме киевлянки, да, вот кто отметился в нынешнем сезоне? Факир был вторым в призе пиона. То есть получается, нет, ну и киевлянка, это четырехлетний возраст, Факир старше возраста. Ну, словом, так скажем, на текущий момент, все-таки дефицит в призах, как мне кажется, присутствует у московского конного завода, и компенсировать он их может вот на ближайших событиях, то, о чем мы сейчас говорили, и это у нас национальное достояние. Нет, у меня что-то нет такого ощущения, субъективно, так же, немножко тупик поставили, вопрос, не могу вспомнить, что они там выиграли, московский конный завод, но субъективно у меня нет такого ощущения, что у них что-то не в порядке, мне кажется, что все нормально. Нет, ну мы-то всегда, мы привыкли, в общем, ждать, да, побед фактически в больших призах Орловских. Ну вот, если мы берем тот день, который прошел на Раменском ипподроме, собственно, да, киевлянка ближе всех была по результатам, я имею в виду, в кризе Барса. Слушай, ну киевлянка за трехлетний, четырехлетний возраст выиграла 7 тридцатонных призов, она же Ревцова обыгрывала, она 3-12 была в три года, она обыгрывала Свата и Леона Си. Да я понимаю, я имею в виду все-таки большие, большой день, большой Орловский день, и, соответственно, да, я вот вспоминаю, те события, которые проистекали на Центральном ипподроме, Юрий Борисович Прохоров, по-моему, не спускался с трибуны, и очень часто, да, мы помним, выигрывали, да, Орловцы в Большой Орловский день, чего мы желаем, собственно. Ну, в осень опять с них грядет аукцион, и, конечно, по результатам аукциона мы поймем, как у них дела, на самом деле, думаю, что продажи будут нормальные. Помните, как от Махараджа, как пирожки расходились у него, Орловцы. Вот, поэтому, думаю, что так же будет успешным аукцион. Хорошо, в ожидании предстоящих событий мы говорим вам, уважаемые друзья, до свидания. Сегодня мы насладились теми событиями, которые проходили на дорожке Раменского и Ульяновского ипподромов. Ну, и до будущих побед и до будущего анализа этих событий мы говорим вам до свидания. Оставайтесь на нашем канале, потому что это полезно, интересно и познавательно, счастливо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова